Исаков Альберт Я был 12 лет беженцем и жил в Армении, в Ереване. Я делюсь об этом в других своих роликах, которые вы можете найти на моем канале. И вот, смотря различные ролики, материалы в Ютубе, я наткнулся на один очень коротенький ролик, где молодой армянский парень, видимо студент, проявляет свое недовольство и рассказывает о причинах вот такой тупости и зашоренности армянского общества современного. И главной причиной он называет систему образования в Армении, начиная со школ и заканчивая университетами, высшими учебными заведениями. Я предлагаю вам послушать этот материал и сделать какие-то выводы. Система образования в Армении похожа на больного человека. И чем больше реформ совершается в этой сфере, тем больше он заболевает. Все начинается со школы. Школа в Армении – это то самое болото, откуда произрастает вся эта обильная реальность в Армении. Дети недовольны учителями, а последние – родителями детей. Родители недовольны директорами, директора министерства. Сам же министр доволен. Прежде всего, самим собой. Если посчитаем нужным, будете работать. Он утверждает, что дети должны расти армянами. Но объясни этому человеку, хотят они или нет, все равно вырастут армянами. В этом регионе, если даже сбросят атомную бомбу, все равно они вырастут армянами. Но школа – это не фабрика по разведению армян. Она должна способствовать, чтобы дети росли мыслящими и самостоятельно думающими гражданами. Но нет, для министра гораздо важнее, чтобы дети росли маленькими ныждейчиками, чтобы они молились и учили историю церкви. Если так продолжится, то даже на уроках математики они будут молиться. Дети, скажите, Аррат Чагара – наша, Геноцид Чавина – турков. Молодцы, маленькие дегенераты. Не забудьте завтра принести деньги в фонд школы. Молодцы, маленькие дегенераты. Молодцы, маленькие дегенераты. Субтитры делал DimaTorzok После этого, как дети могут стать разумными и мыслящими гражданами? Если их не учат думать, а заставляют зубрить наизусть различные патриотические глупости, как погибать за Родину и как стать потом ослами-жертвами? Смотрите, как ребенок может вырасти законопослушным гражданином, если сам директор и учителя его школы на его глазах фальсифицируют выборы, как уличные хулиганы совершают преступления. Да, ощутимое количество директоров и учителей, они как педофилы, расстреливающие детей, они расстреливают и портят все поколение целиком. Но этим все не заканчивается. Учеников ожидают новые испытания. Они должны стать студентами, где их ожидают безмозглые, задрыпанные университеты. Советы про государственных преподавателей, которые ничем от колхозов не отличаются. И неинтересные, сами себе надоевшие, совковым наследием преподаватели. Университеты вообще являются дремучими болотами. Здесь вместо того, чтобы готовить настоящих специалистов, читающих книги, самостоятельно думающих, им читают тупые лекции на распечатанных ксероксах. Ксероксы советских учебников никуда не делись, они никуда не денутся, они передаются из поколения в поколение. Мой 75-летний преподаватель читает все те же самые лекции для получения аттестата в Кироваканском химпромзаводе. Тот, что им читали в 80-х годах, когда они были студентами. Сейчас ни Кироваканского химпромзавода нет, ни надобности в аттестации. Но в лекциях ничего не поменялось. Вообще, кому нужен, чтобы молодые люди получали надлежащее образование? Ректорам? Властям? Но они выучатся. А что будут делать потом? Революцию? Нет. Лучше пусть остаются глупыми и карьеристами. Властям нужны кадры, одетые в костюмы власти, с прилизанными стрижками, с продажными душами, готовые свой зад подставить ради своей карьеры. Или безликие полуобразованные бездарности, будущее которых ехать на подработку за рубеж, потому что те, кто при костюмах, заняли уже все места тут. Студенты не должны стать определяющим фактором потом. Власти хотят, чтобы они всегда оставались управляемыми и зависимыми, чтобы всегда были членами и кадрами для вузов колхозов и военно-патриотических групп, чтобы с ними можно было делать все, что захочется, и при том, чтобы поднимали плату за обучение, как им вздумается. Вообще, ценность студентов для вузов не выше их платежей за учебу. Если у тебя есть деньги, тогда ты можешь оставаться в университете, и не важно, что ты дебил при этом. Как раз в этом и есть причина того, что множество закончивших международные отношения и экономические факультеты вузов становятся продавцами в магазинах или работают в службе доставки. Наш университет номер один в мире, но это так заявляют продавщицы магазинов, закончившие экономический университет и университет международных отношений.